Друзья, всем привет. Спасибо, что пришли. Меня зовут Илья Исерсон, контекстное рекламное агентство Moab, сервис Moab Tools. Ну давайте не будем откладывать, где взять много входящих. Я так понимаю, что чисто из заголовка этого доклада здесь собрались в основном агентства. И поэтому я расскажу о том, как мы вообще работаем с лидгеном. То есть нам для того, чтобы все нормально работало, нам нужно где-то в диапазоне от 2500 до 3500 входящих заявок в год. У нас нет холодняка, то есть мы вообще практически не звоним. То есть у нас только входящие, мы работаем только с горячими входящими, люди, которые сами обратились и сами хотят заказать у нас контекстную рекламу, или соответственно лендинг вместе с контекстной рекламой, если мы говорим об агентстве. У нас есть немножко SEO, но она не идет на входе. То есть она, как правило, идет уже как после продажи, после контекста. Соответственно, где мы это берем, что дальше думаем делать и как видим перспективы рынка. То есть вот про это этот доклад. Ну на самом деле в этом году как бы во всей агентской истории, во всем агентском бизнесе идет очень много негатива. То есть начиная от того, что компании сжимаются, увольняются, закрываются, известные спикеры работают за еду, и вообще все становится как бы не очень хорошо. То есть общий фон как бы негативный, если посмотреть на рынок. Как у нас в этом плане обстоит? То есть если говорить о цифрах, год к году агентство вырастет процентов на 10. Это незначительно, но тут надо смотреть на чеки. То есть количество чеков у нас стало вдвое больше, чем в прошлом году. Может быть даже чуть больше, чем в два раза, год закроем. При этом сами чеки, разумеется, ужались два раза. То есть в итоге мы получаем небольшой плюс. Это объективный тренд. Он связан как с тем, что мы заранее предвидели, что рынок будет нищать, и это объективный факт, что бизнес нищает. И выкатывали офферы, которые стали дешевле, с более низкой ценой входа. Так и тот факт, что рынок объективно обнищал. При этом, по моим ощущениям, это обнищание рынка, оно немножко как бы преувеличено. То есть на самом деле этого обнищания меньше, чем о нем говорят. То есть здесь больше идет именно ситуация, когда люди с одной стороны хотят больше работы за те же деньги, но сами деньги у них есть. И еще частично ситуация, когда деньги у людей все-таки есть, просто они боятся их тратить. То есть они сидят на этих деньгах, боятся их тратить, смотрят, что будет с курсом, что будет с рынком, что будет вообще с динамикой. То есть это вот эта вот ситуация. И еще одно очень интересное последствие, которое тоже ярко как бы свидетельствует о том, что кризисная негативная тенденция сама по себе имеет место быть и развивается. Это то, что очень сильно вырос курс и очень сильно вырос сервис. То есть это такие продукты с более низкой ценой входа, которые легче продавать. То есть курс у нас вырос в два раза. Мы еще делаем курс по контекстной рекламе. То есть он по деньгам вырос в два раза. Сервис вырос в четыре раза. Понятно, там есть как бы эффект низкой базы. Понятно, там еще много всяких вещей. Но это очень показательно. То есть образование всегда продается тогда, когда плохо. То есть люди хотят делать сами. Люди хотят сэкономить на агентстве. Люди хотят сделать это самостоятельно. То есть здесь как бы это вопрос не только к тому, что вот как развивать агентство, а еще к тому, что в принципе всю эту историю лучше диверсифицировать. То есть на одной лошади далеко не уедешь. Рано или поздно любая лошадь сдохнет. Это как бы очевидно. Ну и еще важный факт. То есть понимаете, если мы говорим вообще о рынке в целом, он не умер безусловно. То есть бизнес есть, на этом рынке можно работать и можно зарабатывать деньги. Это совершенно очевидно. То есть условно рынок пленочных фотоаппаратов, он умер, когда мыльницы появились цифровые. Их нет больше просто потому, что они не нужны. Агентский рынок, он не умер. То есть стало меньше бизнесов, да. Бизнесы хотят платить меньше денег, да. Бизнесы меньше зарабатывают, да. Но они не умерли. То есть на данный момент, сейчас у нас наблюдается дисбаланс между количеством предложения. То есть еще не все агентства закрылись, понимаете. Агентства сейчас активно закрываются, потому что спроса стало меньше. Но этот спрос не умрет. То есть малый и средний бизнес все равно какой-то будет. И он будет не в около нулевых количествах, его все равно будет довольно много. Ну, по крайней мере, в среднесрочной перспективе. То есть сейчас мы говорим по факту о том, что количество агентств, оно сильно больше пока, чем количество бизнесов, да. Поэтому возникает этот дисбаланс. То есть вот эти вот следующие 2-3 года, да, они очистят рынок. То есть все слабые закроются, и система снова придет в баланс. То есть останутся, грубо говоря, там 30-40% агентств, которые есть сейчас, да. И спрос в итоге выровняется. То есть это тоже важно понимать. Ну, собственно, тема у нас доклада, где взять много лидов. Поэтому давайте поехали, собственно, по каналам. Контекст. Ну, обычно говорят, что это такой как бы сомнительный инструмент, да, который дорогой, который не очень лояльный. Это, в принципе, правда. Смотрите, по цифрам, да. Лиды на SEO-шку стоят в Москве, да, и в Питере от полутора до трех. То есть это от полутора до трех тысяч лид на SEO-шку. Куда, как, что это за лид? То есть это лид, разумеется, холодный, который исходно вам не доверяет. То есть это не сарафанка вообще ни разу. Это лид, который приходит на… В случае полторы тысячи, да, что это за лид? Это лид, который приходит на оффер, бесплатный аудит, бесплатный там расчет чего-нибудь, что-нибудь бесплатное. То есть поэтому он стоит полторы тысячи, потому что конверсия на таком лендинге с бесплатным оффером, она, разумеется, больше. Это понятно. То есть на таком лендинге, да, там конверсия, ну, не знаю, может быть от процента, да, до двух с половиной, как бы вообще совершенно нормально. Вот если все нормально настроено. Соответственно, да, соответственно, в случае, если лид стоит три тысячи, да, там, три-три с половиной, то есть это абсолютно реальные цифры из моих реальных кейсов, которые я вижу сейчас. Если лид стоит три с половиной, это лид, который пришел на лендоз, на котором вот эта вот бесплатность, да, она не пушится агрессивно. То есть там есть какой-то вот этот лид-магнит, да, но он очень не агрессивный или вообще практически скрытый, да. То есть это вот два кейса, которые я сейчас перед собой вижу, да. Это наши клиенты, это агентство, одно крупное, другое маленькое, да, то есть называть, естественно, никого не буду. Вот. И это цифры, которые я перед собой вижу. Количество, да, от пяти до пятнадцати в день. Если подключать регионы, можно сделать там раза в два больше, но в регионах они сильно беднее. То есть сами по себе эти лиды есть. И тут очень интересный вопрос, потому что, ну, там в том же SEO-чате, по-моему, или еще где-то, вот эта история, что, ну, мы как агентство можем генерить лиды на SEO-шку достаточно системно, да, она всплывала, и ко мне приходили, ну, несколько агентств, да, осталось вот только два, с которыми сейчас и работаем. Ко мне приходили несколько агентств, в том числе крупные, да, и давай сделаем. Их там, ну, может, человек пять или шесть было. И здесь очень интересный как бы месседж, да, то есть я эти цифры озвучивал. То есть я сразу говорил, что, ребята, как бы цифры будут вот такие. Вот. И из этих шести человек вот только двое осталось, которые могли это конвертировать. То есть четверо сразу сказали, нет, по таким ценам мы не конвертнем, мы не окупим. То есть у нас нет такого ОП, ну, отдела продаж, чтобы это окупить. То есть здесь вот этот еще очень важный отсекающий фактор, понимаете. То есть может ваш ОП продавать холодному трафику, который стоит там полторы-три залит. То есть какие у вас чеки и что вы с этими чеками потом делаете. То есть эта история уже не про рынок, это история уже не про экономику, это история чисто про внутренние процессы. При этом она вообще никак не завязана на величину агентства. Потому что вот один из наших клиентов, да, которому мы SEO-шку наливаем, вот, это вообще агентство в Питере там что-то из четырех или пяти человек. Ну, то есть это, ну, классический там микро-нанобизнес. И ничего, они нормально конвертят. То есть у них агрессивный оффер. Вот, то есть там оффер, ну, в стиле, вот, я не знаю, если кто знает, в стиле Ивашенко и Низамова. То есть вот эти вот бесплатные аудиты. То есть это не Ивашенко и Низамов. Ивашенко там сами делают, как бы я к этому отношению никого не имею. Вот, но, но там вот оффер примерно в таком стиле. И как бы они нормально это конвертят. При этом как бы вот я смотрю вот на историю взаимодействия именно с агентствами по этой теме, да, и куда как более крупные агентства, с куда как более большими финансовыми возможностями, чем вот эти ребята из Питера, да, они, нет, мы не можем это обрабатывать, нет, мы не можем это конвертить. Это слишком дорого, там слишком низкая конверсия, в итоге как бы договор будет убыточный. Ну, ок. Вот, то есть, и здесь важно что? Здесь важно как бы не то, что эти люди не могут это конвертить, а то, что далеко не все, ну, распознают это как проблему. То есть, грубо говоря, если маленькие ребята из Питера могут конвертить вот эти цифры, да, в рентабельные договора, а ты крупное агентство и ты не можешь, то, наверное, у тебя есть какая-то проблема. Вот, но вот судя по всему, как бы люди эту проблему не детектируют. Вот, то есть, в том числе поэтому многим надо объективно готовиться к земле. То есть, агентский рынок будет сжиматься. То есть, ну, процентов, я думаю, 60 за 2-3 года с рынка вымоет. Это совершенно нормально, и тогда рынок придет в баланс. То есть, останется, грубо говоря, какой-то совсем бедный сегмент типа конректолога, да, то есть, это вот услуги быдло формата, и останется какой-то нормальный плюс-минус бутиковый сегмент, плюс-минус какой-то конвейерный сегмент, да, то есть, ну, вот что такое конвейер, мы все знаем. Вот, но самое главное будет баланс спроса предложения, которого сейчас нету. То есть, вот эти следующие 2-3 года, они будут именно такой борьбой на выживание. Собственно, переходя к следующему пункту, да, вот перед тем, как говорить о том, в принципе, где мы берем вот это большое количество лидов, я хотел бы поговорить о таком гражданине, как конректолог. Поднимите, пожалуйста, руки, кто знает конректолога? Ну, немного людей знают конректолога. На самом деле, ну, может, я имею в виду не то, что знают, а просто видели его в РСЯ, ну, по-любому все видели. Ну, вот, да, здесь уже гораздо больше народу, отлично. То есть, что такое конректолог? Я его, на самом деле, немножко лично знаю. Ну, встречался пару раз, там, пересекались мы у одного клиента. Клиента мы в итоге забрали. Там такой вполне себе как бы солидный был клиент. Там на всем LTV, я не знаю, миллиона три, наверное, мы как бы получили с этого клиента. Вот, то есть, что такое конректолог? Это контекстно-рекламное агентство. Они продают контекст вот просто в самой бедной нише. То есть, это вот классика, там, 5-10 тысяч рублей. То есть, это поточная лидогенерация, в том числе, из контекста. То есть, это несбыточное обещание, да, по сути. Вот, и это самый минимальный чек. То есть, 5-10 тысяч рублей, вперед, поехали. Вот. В чем польза, в чем польза, как бы, от этого человека, в принципе, на рынке? Ну, наверное, сначала лучше не о пользе, сначала о вреде. То есть, вред от него в том, что, в принципе, такие люди развращают рынок. То есть, ну, многие люди, которые приходят, да, к конректологу, ну, и ему подобным. То есть, это просто, ну, такое общеупотребительное название целого сегмента вот таких специалистов. Вот. Они приходят и потом думают, что как бы в реальности действительно услугу можно получить там за 5-10 тысяч рублей, и чтобы что-то работало. Вот. То есть, ну, на самом деле, конечно, ничего там за такие деньги получить невозможно. Вот. Польза от него в том, что мы понимаем, что хочет вообще массовый рынок от нас. То есть, у него вся эта история, на самом деле, несмотря на всякие кризисы, я там, ну, как бы, немножко в курсе, вот, она вполне себе неплохо продается. Вот. То есть, ну, конечно, как бы, если ты чеки в пятерку продаешь, что бы им не продаваться? Ну, тут какие могут быть сомнения? Вот. Они из RCA прекрасно продаются, совершенно холодного трафика. Там не нужен никакой, как бы, суперотдел продаж. То есть, здесь вопрос в том, что там возвратность низкая. Ну, как бы, и ладно, в RCA трафика безгранична. То есть, можно посмотреть, сколько новых там ООшек и ИПшек регается каждый день, и, как бы, понять, что на этой кобыле еще можно очень долго ехать. Вот. То есть, чему нас учит вообще, в принципе, конректолог? Что ваши дорогие элитные бутиковые услуги, они, как бы, вот конкретно вот здесь вот никому не нужны. То есть, если, как бы, вы хотите массового лидгена, неважно откуда, из RCA, вот, из медийных размещений, из контент-маркетинга. То есть, если вы хотите много, то есть, если вы не тот тип агентства, который работает там с тремя крупными клиентами, этого ему достаточно. Если вы хотите много лидов, денег, входящих и так далее, да, у вас должен быть соответствующий оффер. То есть, ну, как бы, утрицы не продают в переходе на Савеловской, понимаете, да, то есть, там продают шаурму. То есть, вот, оффер должен быть такого же формата. То есть, я не говорю, что он должен быть бессмысленный, я не говорю, что он не должен, что он должен быть неэффективный. Вот, он должен быть дешевый. Вот, при этом дешевый, да, очень, ну, сложное понятие, и оно завязано не просто на то, что он должен всегда стоить мало денег. Он должен быть с очень низкой ценой входа. То есть, понимаете, важна не абсолютная сумма, важна цена входа. То есть, человек должен иметь возможность начать с вами сотрудничать там за, ну, не за 5 пускай, но за 10-15 тысяч он должен иметь возможность начать. Вот, и дальше там уже будет понятно, что не только от вас, но и от вас в том числе будет зависеть, что вы дальше с ним сделаете. То есть, должны быть четкие цепочки, да, по вытаскиванию денег дальше. Потому что, как правило, у всех они есть, просто все по-разному боятся. То есть, условный, как бы, предприниматель там с оборотом в 500 миллионов в год, да, он не боится сотку потратить. То есть, для него это, как бы, не проблема, то есть, вот сейчас взять сотку и рискнуть. А, как бы, условный гражданин с оборотом 50 миллионов в год, да, он боится, он сотку уже не потратит. Он зайдет в пятнашки. Но тем не менее сотка есть и у того, и у того, понимаете? То есть здесь как бы вот этот вопрос. Это вопрос страха и вопрос цены входа. То есть, соответственно, как бы вот этот гражданин, он нас учит тому, что под тот тип трафика, которому вы продаете, у вас должен быть соответствующий оффер. То есть если вы условно продаете на встречах по крупным компаниям, вам вот эта история массовая нафиг не нужна. Если, соответственно, вы продаете в RSEA, в медийке, к большому количеству холодного трафика, вам нужен оффер, который будет адекватен этой аудитории. И теперь, собственно, переходим к одной из главных мыслей этого доклада. Я как бы для себя ее оформил, наверное, где-то этой весной в виде, скажем так, тезиса. И подтвердил практически в течение этого лета общий смысл какой. Второй. Значит, агентская CA, да, то есть, ну, кто у агентства покупает? У агентства покупают предприниматели. Это очень обширная аудитория. Это ее плюс, то есть их очень много, потому что для огромного количества бизнесов просто нет аудитории, кому продавать, и для них это проблема. То есть у нас очень много потенциальных клиентов. Второй плюс, да, агентской аудитории. То, что потребность в ледах всегда есть. Ну, то есть, понимаете, если вам нужна бензопила, вы ее покупаете. Если вам не нужна бензопила, вы ее не купите. То есть вас можно убеждать сколько угодно. Вы не купите бензопилу, если у вас нет деревьев, которые нужно пилить. То есть тут либо так, либо никак. Если у нас есть предприниматели, потребность в ледах есть всегда, она фоновая. То есть, грубо говоря, у него сегодня там 20 заявок в день, да, но он все время думает, а что, как бы все было, если бы их было 40. То есть, понимаете, как бы нет какой-то вот ярко выраженной системы. То есть продать может, если человек предприниматель, продать можно всегда. Вопрос как бы, как эта продажа оформлена и что именно продается. То есть вот это два огромных плюса именно агентской целевой аудитории. Минус это отсутствие доверия. То есть для того, чтобы продать бензопилу, понимаете, доверия не нужно, потому что это массовый как бы заводской продукт, они все одинаковые. То есть, ну, условно, все бензопилы гускварна, они все одинаковые. То есть вопрос цены. Доверия не нужно. Здесь нужно доверие. То есть человек должен вам доверять. То есть там, ну, какая-то, если можно так выразиться, интимная близость должна быть между, собственно, подрядчиком и заказчиком. И это является самым большим минусом. То есть вся вот эта история про массовый литген – это вопрос доверия. То есть где взять людей, которые, соответственно, будут согласны вам платить деньги и получить их доверие. Как я эту проблему, соответственно, для себя решал? Первое – подбор площадок. Смотрите, с подбором площадок следующая история. Предпринимательская аудитория, вот, то есть это может там как угодно сексистски и ужасно звучать, но это объективный факт. Вот предпринимательская аудитория, и это не только в моем агентстве, а в том числе я специально как бы общался с еще там, ну, не десятком, но 5-6 крупных агентств точно. Предпринимательская аудитория на 80% – это мужики. Это факт. Вот. То есть это плохо, это хорошо, это факт просто, который есть. Вот. Соответственно, когда мы начали подбирать площадку вот именно для таких вот массовых размещений, в первую очередь я откинул вообще в сторону именно направленность площадки. То есть мне было неважно, это VC, это peekaboo, это я плакал, это еще какая-то площадка. Мне была важна метрика. То есть и в этой метрике, да, то есть я запрашивал просто у площадок метрику, и в этой метрике я смотрел две вещи. Во-первых, просто количество трафика. Мне было важно, чтобы оно было действительно большое. То есть меня интересовали площадки с трафиком, ну, как минимум от 100 тысяч в день, желательно больше. То есть чтобы у площадок был очень большой охват. И второе, чтобы в общем трафике площадки не меньше 30-40% составляла социально-демографическая группа мужчины 25-45%. То есть вот эта целевая аудитория именно… Понимаете, грубо говоря, на пикабу на том же, там что-то около, по-моему, 32-35% вот эта целевая группа занимает. Далеко не факт, что они предприниматели. И, конечно же, большая часть из них не предприниматели. Но с учетом того безумного трафика, который они генерят, чисто статистически в эту выборку попадает огромное количество предпринимателей. В то же время конкретно пикабу агентской рекламной не заспамлен. То есть это там, ну как кочка на ровном месте смотрится. Это однозначно приковывает внимание. Они не привыкли там это видеть. И с учетом огромного трафика и достаточно большой доли мужчин в возрасте 25-45, мы в итоге можем достучаться сразу до большого количества предпринимателей. И если все правильно сделаем, получить их доверие. То есть как все это было устроено. То есть это вот как я подбирал площадки. То есть вот на основе этого была подобрана пикабу, да, на основе этого был подобран яп. Я расскажу там, куда еще дальше пойдем. Вот. Как все это было сделано? Ну презентацию там потом организаторы разошлют. Можно будет, собственно, сам пост почитать. То есть пост я, наверное, где-то, ну около месяца мы готовили, редактировали и переделывали. То есть этому очень большое внимание уделялось. Обычно в таких историях, да, когда вот пытаются делать какие-то рекламные размещения, там практически сразу ориентируются на переход. То есть, грубо говоря, в первом экране такого рекламного поста должна быть рекламная ссылка. То есть вот перейдите сюда, да, вот здесь вот там можно купить. И потом начинают считать конверсии. А сколько у нас перешло, а сколько у нас заказало. То есть я от этой истории однозначно отказался. У меня первая ссылка на мой сайт была в 13-м экране. То есть вот я просто, ну понятно, что там размер экрана разный. У меня нетбук сколько, 15 дюймов. То есть вот первая ссылка на мой сайт, да, где можно было что-то купить или заказать, она в этом посте была в 13-м экране. Вот, то есть, ну чтобы просто общее представление было о том, как это было устроено. То есть я отказался вообще от налива большого количества трафика. Первая задача и главное было получить доверие. Поэтому мы начали именно с истории. То есть пикабу это сайт, где очень много так называемых длиннопостов. То есть качественных, интересных, увлекательных историй, да, которые люди читают. Мы тоже начали с истории. Вот. История была про то, сколько, то есть назывался пост, сколько стоят заявки в разных нишах. И мы действительно рассказывали о том, ну просто о нашем опыте работы. Работы, да, о том, что вот условно в пластиковых окнах заявки стоят там от полутора до двух тысяч. В каких-то других нишах, там условно магазин для дайвинга получает их за 500 рублей. Вот. Об опыте работы с регионами. То есть это действительно была просто история, в которой никто ничего вначале не продавал. Не предпринимателям. Ее совершенно неинтересно было читать. И там было много такого, ну пролетарского хейта в комментах, да, то есть там из серии проклятые буржуины опять захватили Россию. Вот. Предпринимателям это было читать интересно, потому что это их явно триггерило. То есть они явно этим увлекались, да, они явно это читали. И если они увидели эту историю, они ее дочитывали, да. Когда, соответственно, мы изложили просто, ну общую вводную, мы затем переходили к примерам. И тут нам нужны были именно убойные пруфы, вот то, что мы как бы специально очень долго готовили к этой истории. То есть мы там показывали примеры сайтов, примеры владельцев этих сайтов в виде ссылок на профили в соцсетях. И примеры цифр. То есть вот сайт, вот владелец, вот у него столько стоит. Причем мы специально подбирали популярные ниши, да, которые чисто вероятностно могут людей триггернуть. То есть это окна, это ремонт квартир, отделка, это автозапчасти, да, это различная популярная B2B, типа там IT-аутсорсинга, юридической, бухгалтерских услуг. Ну такие вещи, да. Понятно, что там не по всем примерам были именно отзывы, да, но смысл был именно такой. То есть вот сайт, вот владелец, вот столько стоит. И эти примеры были специально подобраны, чтобы триггерить в других популярных нишах. При этом до сих пор все еще ничего не продавалось. То есть там, грубо говоря, уже там, не знаю, 10-12 тысяч знаков, еще ничего не продается. Просто идет сторителлинг. Вот. И в конце уже, в самом конце этой всей истории, да, мы переходили к этому месседжу, что, ну вот, вы сами все видели, да, если хотите узнать, что можно сделать для вас, давайте узнаем. Вот. Соответственно, что из этого получилось, да, из этой всей истории. Пикабу я плакал суммарно. То есть там текст был один и тот же. В принципе, его можно там нагуглить. Там, условно, Пикабу и Серсон в гугле забейте, будет вам этот пост, да. Вот. Суммарно это около 800 лидов. Денег на это все потрачено около стака. Пикабу дал очень хорошие результаты, да. То есть там действительно очень много бизнес-тусовки. Причем как бы, как достаточно крупных, да, компаний, ну то есть таких крупных, я называю все, что там от 300-500 оборотов в год. То есть, ну по оценке, да, по такой, по внешней. Вот. Там довольно много мелких компаний. Там есть совершенно специализированные компании. То есть мы там подписали неплохой контракт с человеком, который занимается поставкой решений по фильтрации событий безопасности, там вот для Сбера, для Альфы. То есть, ну вот очень прям такая специфическая B2B-шная услуга. Вот вообще он не характерен для Пикабу, но тем не менее он там есть. Он триггернулся, он подписал. Мы с ним как бы до сих пор работаем. Вот. То есть все это в итоге вышло вполне себе нормальный плюс, да. То есть около полумиллиона именно дохода это сгенерило. То есть, ну под доходом я подразумеваю прибыль. То есть, грубо говоря, убрали зарплаты, да, убрали расходы, все убрали. Вот, грубо говоря, чистых там 0,5 осталось. Это вот с двухразовых размещений. Вот. Около полумиллиона. При этом возникают, разумеется, проблемы, потому что это взрывной литген в моменте. То есть за четыре дня мы там с того же Пикабу получили, по-моему, что-то около там 400-450, ну порядок такой. Вот. И потом она как бы по затухающей еще дальше шла. То есть Пикабу мы получали в моменте очень много заявок. Естественно, конечно, мы к этому, ну мы захлебнулись. Вот. То есть понятно, что там какие-то первичные механизмы у нас скоринга были. Вот. Но для того, чтобы с этим работать более качественно, более эффективно, нужны очень эффективные механизмы скоринга. То есть, во-первых, эти лиды должны сначала полуавтоматически фильтроваться, да, а во-вторых, то, что вот нам еще, то, что не было готово, должны быть полуавтоматические, опять же, отбивки. То есть вот с такого трафика приходит очень много людей, которым вы по умолчанию не можете помочь. То есть какие-нибудь украшения ручной работы в Перми. Ну контекст им как бы ничем вообще не поможет никогда. То есть это сразу очевидно. И если ты их триггернул на какой-то оффер из серии, там, бесплатный расчет трафика и заявок, там, бесплатный аудит, что-то вот такое, они этот аудит все равно просят и занимают как бы время. То есть то, что вот мы, тот урок, который мы для себя из этого сделали, да, это подготовить вот такие бесплатные отбивки, именно вежливые, что вы знаете, извините, но конкретно в вашей нише мы ничем помочь не можем, говорим об этом честно. То есть вот сейчас, да, мы как бы уже многим вот так вот отказываем. Это экономит очень много времени, соответственно, оставляя гораздо больше времени для тех, кого мы можем в деньги конвертнуть. Вот. Альтернатива этой истории – это подход Иващенко и Низамова. Вот. То есть они тоже были на Пикабу. Вот. То есть вот по ссылке в Прези там есть статья, где они подробно про это все рассказывают, про экономику. Но у них немножко другой подход. То есть у них более коммерчески ориентированный был пост. То есть они сразу практически с первого экрана своего поста они продают. То есть они явно продают услугу. Такой пост, он как бы генерирует куда меньше оверлода, да, то есть потому что там просто меньше лидов. Вот. Они как бы более готовы платить деньги, но у них меньше доверия, разумеется, да. То есть это просто, ну, две стороны одной медали. Меньше доверия, меньше лидов. Они более, как бы, вроде как более коммерчески заточены, но вот, ну, результаты разные. То есть в короткой перспективе у Иващенко, я так понял, там, ну, около нулевая история получилась. В перспективе года там, конечно же, все будет в плюсе. То есть в целом, да, то есть и мой опыт, и опыт Иващенко, да, он показывает, что с этой историей работать можно. То есть здесь нужно именно подбирать площадки, на которых много мужской аудитории, да, в правильном возрастном сегменте. То есть вот следующий у нас на очереди, это, соответственно, Лебедев. Вот. С Пучковым общались. Насчет Пучкова я все еще думаю. У него там около 150 стоит плат на интервью, вот именно в видеоформате. Но там очень много пролетарской аудитории. То есть меня вот это пока смущает. Таких площадок на самом деле очень много. То есть именно охватная площадка, да, та же Медуза, да, это вполне себе окей. Вот. Их очень много, то есть их больше, чем можно, в принципе, обработать. Так, контент-маркетинг. А, ну я плакал, в принципе, вот точно так же, да. И у Иващенко, и у меня это в целом шлак. То есть очень бедная аудитория. Прям очень бедная. То есть, ну совсем минимальные чеки, даже меньше, чем вот как бы точка входа. Там у нас была 15 тысяч. Вот. То есть, ну на пикапу еще пойду, да, регулярно. На я плакал больше не пойду. Кратко, смотрите, быстро. У меня там только 5 минут осталось. Про контент-маркетинг. Ну почему заголовок такой? Потому что это штука абсолютно делегируемая. Ты делаешь это сам, ты делаешь это сам, ты делаешь это сам. До тех пор, пока как бы силы твои не кончатся. То есть это вообще никому невозможно делегировать. То есть я вот сколько как бы этим занимаюсь, да, весь вот контент-маркетинг, статьи, выступления. Все приходится делать самому. То есть, ну у меня вот на, когда в июле, по-моему, на VC было интервью, которое довольно неплохо стрельнуло. Что по цифрам, да. То есть в этом интервью мы его специально сделали провокационным таким. То есть, чтобы оно именно триггерило агентства, которые как бы будут хейтить. Вот. И, соответственно, триггерило основные боли клиентов. То есть что с него получилось? Там около 15, по-моему, тысяч прочтений. Вот. То есть это 50-100 лидов с этой публикации, потому что очень трудно их определять. То есть далеко не всегда у тебя есть ревка, далеко не всегда они говорят, что я вот вас там нашел. Вот. То есть ориентировочная оценка примерно вот такая. Но как бы точно очень тяжело установить. С них сравнительно много денег. И очень хорошие LTV, то есть они лояльные. То есть вот с этой историей, да, то есть то, что, по крайней мере, более-менее достоверно удалось остановить, что они оттуда. Это плюс-минус около 800к, соответственно, именно чистой прибыли. Очень много, конечно, то есть эта история, вот про что я говорю, она очень много времени занимает на подготовку. Ты не можешь это делегировать, ты не можешь это расширить. То есть тебе нужно в этом напрямую участвовать, да, и ничего ты с этим не сделаешь. То есть, ну, нет никаких вариантов. Это невозможно делегировать сотрудникам. Как только делегируешь, сразу падает качество и как бы вся магия в этой истории исчезает. Вот. О цифрах, да, по дистрибуции. То есть обычно, да, как бы все приходят там на условный там РБ, РУ, ВСИ, КОСА, там еще куда-нибудь, что-нибудь публикуют и сидят как бы ждут у моря погоды. То есть, ну, это бессмысленная история. Во-первых, сама публикация, с моей точки зрения, должна быть бесплатная. То есть я вот не люблю платить за публикацию. У меня качественный контент, зачем я за это буду платить? Вот. Я люблю публиковать бесплатно и потом вваливать деньги в дистрибуцию. То есть, ну, нормальный уровень, да, это от 15 до 30 тысяч прочтений на хорошую, хорошо подготовленную статью. Это может стоить там в зависимости как бы от конкретных условий, конкретных договоренностей, ну, плюс-минус там со всеми расходами от 50 до 100 тысяч. Вот. Но это действительно окупается, потому что одно дело, какая-то статья, размещенная на своем блоге, другое дело, соответственно, материал, который висит на ВСИ. Это опять же вопрос доверия. То есть они доверяют площадке и потом они доверяют, соответственно, начинают доверять уже вам, если вы генерите хороший контент. То есть это совершенно как бы однозначная история. Очень большой кумулятивный эффект от этого. То есть у меня есть клиенты, которые приходили и говорили, что вот там я смотрю ваши видео, читаю ваши статьи и вот как бы с их помощью, да, я там вырос от там условного менеджера, да, до начальника маркетинга вот такой компании, я хочу с вами работать. И этот цикл занимал там, ну, 2-2,5-3 года. То есть они действительно смотрят, смотрят, читают, 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 читают. И потом, когда у них возникает необходимость, да, они приходят. При этом они могли читать вот эти статьи там 2-3 года, смотреть видосы, еще что-то делать. Вот. И потом, да, вне зависимости от какого-то конкретного материала, просто когда возникает потребность, они приходят и дают денег. То есть измерять как бы вот эффект от этой контент-маркетинговой истории, вот тупо поревки, да, или тупо где вы нас нашли, это бессмысленно. То есть здесь нужен очень долгий период, там, ну, как минимум год-полтора, и нужна регулярность. То есть ты просто должен мелькать, ты должен вырабатывать в своей аудитории устойчивую ассоциацию. То есть маркетинг – это я, маркетинг – это я. И это должна быть постоянно повторяющаяся, запоминающаяся история, то есть чтобы ассоциация была действительно очень устойчивой. Тогда это будет работать в фоне. Вот. Ну, по материалам, один материал квартала я где-то делаю. То есть, ну, больше просто физически невозможно успеть, если поддерживать нормальное качество действительно материалов. Ну, собственно, вот о деньгах, да, то, что я сказал. Вот у меня в августе была статья «Системный анализ конкурентов». Да, с нее там денег, ну, то, что, опять же, удалось установить, около 400к. Вот. Несмотря на то, что просмотров на ней было там раза в полтора больше, там, что-то около 25 тысяч. То есть, ну, вот оно напрямую не связано, очень зависит от конкретного материала. Да, и вот то, что я говорил, что считать имеет смысл на перспективе около года. И одна из ключевых тоже мыслей этого доклада, что… Я сейчас постараюсь очень кратко. Вот. Что бессмысленно вообще в принципе как бы от контент-маркетинга и вот от всей этой контент-маркетинговой истории ждать непосредственно вот just now лидов. То есть, чтобы прямо сейчас пришли лиды и принесли бабки. Задача КМ – это вовлечение в экосистему. То есть, если у бренда нет экосистемы, то контент-маркетинг будет очень плохо работать. Что я подразумеваю под экосистемой? То есть, в нашем случае, да, из чего эта экосистема состоит? На первом уровне это контент. То есть, это видео, это статьи, это выступления, это, ну, любые виды контента, да. На втором уровне этой экосистемы – сервис. Потому что люди приходят, ну, приходят условно к нам на сайт и с наибольшей вероятностью они остаются в сервисе, потому что там минимальная цена входа. То есть, это просто такая игрушка, да, которую можно самому потыкать. То есть, зарегаться в сервисе, собрать всякую семантику – это бесплатно. Это ничего не стоит. Это очень просто. Соответственно, люди начинают уже вовлекаться в экосистему. Пускай это предприниматель, пускай он никогда свои эти компании не будет руками сам собирать. Но он пришел со статьи, он зарегался в сервисе, он оставил почту. Соответственно, ему на эту почту я буду регулярно слать контент. Это у нас настроено автоматически. Мы регулярно шлем контент, мы регулярно шлем полезные статьи о бизнесе, о контексте, о лидах, еще о чем-то, да. Эти статьи чередуются уже с какими-то постепенно, они начинают чередоваться с какими-то платными офферами, да. То есть, вот, допустим, как сделать аудит контекстной рекламы своими руками, да. И длинная статья. То есть, он ее почитал, все понял, понял, что сам делать не будет. В конце статьи, а можешь у нас заказать. Вот. И вот эта вот история, она отлично работает именно как пассивный литген. То есть, мы наливаем на сервис, на инструмент вообще с нулевой ценой входа, то есть, его можно потестить, попробовать поиграться бесплатно. Мы наливаем на сервис, они там регаются, потом мы им начинаем слать. Они читают, и это пассивный литген, который вообще ничего по сути не стоит. То есть, они просто постоянно в фоне приходят. После сервиса, да, по сложности продажи, по сложности восприятия стоит курс. То есть, ну, здесь как бы можно поспорить, но с моей точки зрения, да, вот как бы она может быть субъективной. Курс, в принципе, продавать легче. То есть, это продукт с большим уровнем доверия, да, и меньшим, ну, как бы такой психологической травмой для пользователя, нежели услуги именно агентские. То есть, соответственно, затем они покупают курс, проходят курс, и потом все равно многие из них приходят в агентство. И то есть, они вот между друг другом вращаются. То есть, кто-то приходит на услуги, потом возвращается в сервис. И вот в этой экосистеме контента, сервиса, курса и агентских услуг, они вращаются, да, и на каком-то из этих этапов мы получаем в итоге те самые деньги, да, ради которых все и устроено. И здесь опять же, вот в чем условность и пикабу, и оплакал, и всех подобных историй. Что они генерят на очень длинном периоде и генерят непонятно где. То есть, для курса я, например, вообще не считал, сколько сгенерил пикабу. А он однозначно сколько-то сгенерил. Для сервиса тоже не считал. Вот, выводы. Есть бесконечное количество лидов за деньги. То есть, это лебедев, это виси, это пикабу, это я плакал, это фишки нет, это там медиаликс, это еще кто-то. То есть, вот таких медиаплощадок с мужской аудиторией огромное количество. Их можно оттуда брать, если есть нормальный оффер, да, и если есть нормальная история, которая будет генерировать доверие. Вот, но под это дело нужен другой продукт. То есть, тот продукт, который у нас есть сейчас, он не идеально под эту историю продается. То есть, мы поэтому, грубо говоря, с начала года этим занимались и летом сильно активизировали эти работы. То есть, мы, в принципе, под агентскую историю готовим принципиально другой продукт, да, с гораздо более низкой точкой входа и постепенным раскрыванием клиента в плане бюджета. То есть, вот мы где-то сейчас его будем выкатывать и после этого активизировать снова эту историю. То есть, чтобы, грубо говоря, получать там месяц не 200, 300, 400, как сейчас, да, там 500 тысяч у людей, которые, соответственно, вот на эту историю с низкой точкой входа будут заходить. То есть, я там думаю, что, ну, условно, если вы там через 2-3 недели к нам на сайт зайдете, вы сможете посмотреть, как все это устроено. Вот. Нужны инструменты фильтрации трафика, да, то есть, вот этот полуавтоматический скоринг лидов и отбивки для бедных, для глупых, для безумных. То есть, грубо говоря, чтобы из там 500 лидов, которые пришли, да, там, ну, от силы будет там 50-70, которые реально в состоянии заплатить деньги. И вот эти 50-70, их нужно отфильтровать до того, как вы начали вообще для них что-то делать, чтобы бесплатную работу делать, ну, вот эту на пресейле, делать только для тех, кто с очень высокой вероятностью может деньги заплатить. А всех, кто денег не может заплатить, их просто сразу слить и все. То есть, вот это очень важно и эти инструменты должны быть автоматизированы. При этом, если эти инструменты автоматизированы именно фильтрации заявок, да, их скоринга и фильтрации, то у вас от большого исходного массива грязного остается небольшой квалифицированный массив чистых, для которых вы офферы можете готовить практически в ручном режиме. То есть, максимально релевантные, ну, что, по сути, мы и делаем. То есть, все очень, как бы, сильно в ручном режиме работает. То есть, в итоге вы заявляете, как бы, на входе, подготовку вот на пресейле практически в ручном режиме, вы делаете, ну, очень релевантные офферы. Но в итоге вы не заваливаетесь просто по трудозатратности на всю эту историю. Вот. Ну, в принципе, у меня все. Бонусы, вопросы. Кибер 2018, промокод на 20 тысяч фраз на наш сервис. Можно еще за подтверждение номера 10 тысяч активировать. Все, все, все. Все, да? Больше нельзя? Окей. Вы поняли, вас сейчас в экосистему вовлекают, да? Да, да, да. Аплодисменты. Спасибо, друзья. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok